Давайте Толяна с вами, давайте не будем, как говорится, обсуждать плохое, давайте лучше перейдем на Толянечка. Всем привет! ДРУ! Сейчас мы будем пробовать такое блюдо, как салат вдохновения, соба с курицей и мису рамен с креветками. Как вам такое меню? Ребят, вы не ебали, мы не ебали. На ебали Толяна? Да, давай это, ели. А, кстати, нет, а что у меня камера-то сбилась? А, блядь. Сейчас, подождите, ребята. Хоп! Пиу! Не, давайте я тогда это сюда. Пиу! Все. Все, ребята. Все, все нормально, все забыз. Пробовал когда-нибудь, кто-нибудь, что-то из этого? Привет, Смотри, Толян, про то, что он не хочет работать. А какой там ролик? Название скинь. Я из этого ничего еще не пробовал. Сейчас буду пробовать и ставить свои. Ну, кстати, да, это все так же от империи пиццы, дорогие друзья. То есть, ну, Толян обжигается об империи пиццу, но продолжает есть. Это действительно, как говорится, ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Вот то же самое тут. Толян плачет, матерится, ставит низкие оценки, но продолжает заказывать в империи пиццы. Несгибаемый человек. Вот это воля. Что приготовьте ручки, бумажки, чтобы записывать. Я буду говорить медленно, чтобы вы записывали. Все, записывайте пиццу. Поняли фишку? Поняли? Пожалуйста, помедленнее я записываю. Короче, я заказал, сделал очередной заказ в империи пиццы. Я там уже подобное что-то заказывал. И вот решил еще раз заказать. Заказал другие. То есть я тогда заказывал, если кому интересно, на моем канале есть видео, наберите там, например, суп мисо, например. Или там, не знаю. Или, например, там. Я тогда удон заказывал. Вот, наберите в поиске канала удон или в плейлисте напитки и еда есть. Удон? Да. А где у него удон было? Салат оливье. Роллы гунканы. А какой у него удон был? Ну-ка, мне аж интересно стало. Давайте, Линкин Симпсон. Удон. Он такой, сам ты удон, блядь. О! Суп с курицей, лапша с телятины и картофель по-деревенски. Давай, давай. Понял. Давайте тогда тут начнем. Толян баражатый. Сделал очередной заказ. И сейчас я вам перечислю составы. Не, не так надо было видео начать. Короче, всем здорова. Империя пиццы, империя суши. Я так обожрался, что лезет через уши. В общем, мы как-то заказывали пиццу в империи пиццы. Рифмоплета, однако. Пушкин? Реинкарнация Пушкина. Ну, она была вообще невкусная. Вот. А сейчас я решил заказать кое-что другое. Я решил заказать супы и картофель. Значит, я заказал удон с телятиной. Это типа супы. Нет, это не суп. Короче, смотрите. Сейчас я вам перечислю. Как у него тут лампу? А это ради... Да, это кастрюлька, походу. Ну, это как раз под порцией Толяна самое то. Так, тут пертачки, всякие приспособления. Может быть, князь Мышкин. Как-то заказывали пиццу, но она была вообще невкусная. Так, термос. Чайничек чая с пакетиком. А сейчас я посмотрел, что у них там еще в меню. Нет, это не Бабкино. Это уже не Бабкино. Это не Бабкино? Да. Что интересненькое есть в меню. И решу. Ухабел я сижу, лампово челю в классике и слушаю Стрэмбобая. Кайф и деградация. Большое спасибо за смесь спадает кранок. Привет, Бабли. Это тот парень, который попал в больницу от бабы, которая нахуярила твою кучу уксуса в фунчозу. Надеюсь, ты вспомнил тот момент со стрима. Удачного стрима. Блядь, тебя... Подожди. Ты прям именно из-за уксуса? Тебе прям... Нет. Это сколько ты уксуса там получается было? Тебя, наверное, там разъело. Ё, перный мак. Ну, тебя либо разъело язва, либо у тебя отравление. Ну, скажи все отравление. Я на самом деле не помню насчет вот уксуса в фунчозу. Я не помню, как это давно было. Я помню уксус и плюмени. Да, но уксус в фунчозу что-то я не помню. Но я сожалею, что ты в больнице лежишь. Я прям сочувствую тебе, дорогой друг. Лечись давай. Это плохо. И большое спасибо кранок за 7 месяцев подряд. То, что чилишь в классике, это я рад за тебя. Как там в классике чилиться-то? Балдежно. Ребята, как вам, кстати, звук Толяны? Вам Толяна слышно? Нормально или погромче надо сделать? Вы, если что, пишите. Когда я пересел на листовой нормальный чай, я на пакетике смотреть не могу. Я вспоминаю самые стремные вкусы. Разъел на элементарной столе. Чего у тебя такие руки холодные? Господи. Ну, так одеться, накинь себе кофту. Видишь, кисель легла на мой плед. А ты на кофту возьми. Зачем я ей поселила плед, она легла на мой плед. Возьми ее у плед. Чуть-чуть погромче, ладно. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Все. Погнат, рей. Заказать и чукуешь. Значит, привезли очень быстро, буквально за полчаса. Говорили, что доставка будет в течение часа. Ты будешь застримить? Не знаю. Посмотрим, посмотрим. Может, что-нибудь посмотрим, правда? Да. Часа. Ну, и в принципе, не прошло и часа. А я тогда, наверное, я же хочу делать. Завтра, что ли? Не знаю, но когда. Завтра я не думаю, учитывая ванну, кухню. Ну, че. С утра сделаем, вечером принять. Ну, если успеем. Давай завтра просто посидишь, посмотришь. А кулинарный потом, днем. Да. В четверг. Они привезли, вот, такой пакетик. И тут у нас внутри всякая штучка. Так. Вот это у нас что-то. Не распаковано вроде. А, это, наверное, картофель. Значит, я заказал картофель, суп и лапшу. Посмотри, кстати, сколько у него сейчас картофеля будет. Мне кажется, когда его действительно объебали с картофлей. Давайте по порядку. Значит, вот это у нас, ну, смотрите, что я заказал. Значит, удон с телятиной, картофель по-деревенски и мису рамен с курицей. Значит, вот это у нас, по идее, картофель. Это лапша скорее. Ну, давайте посмотрим. Это раз. Я лапша взмыраю. Блядь, ну, я не знаю, ладно. Сейчас я подумаю. Вот. Тут написано, что это... Вот, удон с телятиной. Тоже, видите, закрытая коробочка. Почему коробка мокрая? Описывалась. Вспотела, не знаю. Там еще в картошке. Каминонсад, да. Он упаковку-то помыл, не знаю, не знаю. Там еще что-то в пленке закрытое. Последнее. Знаете, в чем разница? Потому что ля нам перерепиться. Человек учитывал. Люди имеют свойств учиться на своих ошибках. В фиолетовый. В этой самой. А, в фольге. Заказал. Сырный соус Хайнс. Картошки. Вот. Там еще что-то у нас. Тогда продолжаем пока смотреть Толян, дорогие друзья. Это, наверное, суп. Все. Давайте, значит, я вам перечислю. Значит. Давайте сначала попробуем. Значит, удон это, по идее, лапша. Вот лапша. Там потом телевизор. Пиятина, фасоль, перец, морковь, лук, шампиньоны. Так. Картофель по-деревенски. Потом мису. Опять же, лапша, куриное филе, грибы, лук, бульон, мису. Так. В общем, короче, лапша, суп и картошка. Мне интересно, вот сколько будет. Так. Давайте. Понятно. Ждем. Начнем с картошки. Как ее открыть-то? Ну кто, блядь, вот... Вот просто... Вот все у Толяны... Не от мира сего, блядь. Вот... Вот нет, чтобы схватить там за угол. Схватить с этой стороны за угол. Он, сука, отрывает посередине. Почему? Ждет пироженку с середины, блядь. Открывай, отрывай. Там даже шов не идет. Почему с этой стороны, Толя? Ну почему так некрасиво? Короче, империя пиццы, империя суши. Но пицца у них невкусная. Да, это картошка. Ты в конце всех уничтожишься вместе, потому что еврейские корни идут все знать. Неправда. Мы попробуем... Центриста. Что такое? Значит, картошка... Да, картошка. Сто девяносто рублей. Сто девяносто, ребят. Ну что, так много? Ну-ка. Аппетитно выглядит, да? Неплохо. А ты сейчас что заказал-то? Ты картошку все заказал? Ну все, тогда ладно. Мы всем покажем. Картошку, пасту? Мы всем покажем, как выглядит нормальный печеный картофель. И сколько там стоил печеный картофель? Сто пятьдесят. Ну, у него-то этот... Московский? Ну, какой московский? Ну, картошка по-деревянски. А у меня картошка... Картошка вообще невкусная. Картошка вообще невкусная, говорит. И ест. Вообще фигня полная. Император трапезничает только императорскими блюдами. Все, белорус, который творил эту картошку, ну все, его казнили. Его депортировали обратно в Украину. Белорусы? Если бы он и Хайнс открывал без середины, я бы отписался от Толяна. Ну, сейчас картошку в соус обмакну. Но сама картошка мне вообще не нравится. Я помню, я заказал картошку. Почему он прям вот картошкой делозит? Там, махни и все. Он прямо собирает соус картошкой, как ложкой. В другом месте. Не помню, как называется. А пицца-хат. Вот, там вкусная была. И пицца-хатка. И пицца-хатка. Привет, Тимкинский. Этой картошке я ставлю один балл. И жир. Я бы даже поставил ноль. Но все-таки... Макушь, я попер. Такая она достаточно ароматная. Небольшой аромат есть. И за этот аромат небольшой один балл там изнести. А почему картошка невкусная? М-м. Пальцем проткнет середину фольги. И весь палец желтый сранит. Бляяяяя. Ароматная фигня? Я ее даже больше не хочу. Просто понимаете, в чем прикол? Мне кажется, во-первых, ему закажут, да? И вот с того момента, как мы привезли заказ. пока помоют упаковку с картофелем вообще хрень какая-то на ману так что картошка ну-ка поможет показать короче ребят сейчас вы короче увидите как в додо пицца наш пиццу делают смотрите на батрачет на нас ёпт делают барину пиццу у стрим стриме блять работают от империи пиццы один балл из 10 дела нормально тимкинске как у нас вообще фигня в принципе как пицца вот мы покупали несколько раз у них пиццу она вообще невкусная так нахуя вы покупали если вы поели один раз вопрос по какой логике мы действуем если мы поели один раз в каком-то месте и нам там было не вкусно значит мы больше не будем там есть возможно да мы можем потом прийти второй раз чтобы допустим смена выдалась не очень там просто какие дебилы работали в этот момент может другой раз но если второй раз вы проебались то он лучше там уже больше не заказывает на следующее у нас удон значит что такое удон да это теряется значит на планету про себе тут написал что тут в составе сейчас секундочку так это значит лапша пшеничная удон то есть удон это так название лапши у лапши несколько разных видов и несколько разных названий удон то ли кстати да можно прочитать как у да да угон давайте ребята все короче пишем эстетично удон именно латиницей через пробелы ребят именно вот тогда во 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 удон удон тян да действительно не кстати похоже как будто вот это т я и н убердон удон гондон гондон мудон я с одновременно чат ненавижу я обожаю гондон гондон телятина это удон с телятины значит удон у них нескольких разных видов на цифра журчины есть с овощами есть с курицей есть по моему рис вот я решил выбрать именно с телятины значит с телятина стручковая фасоль болгарский перец морковь репчатый лук шампиньоны чесночный согласен дружи сосет по сравнению с таляном я ни один раз ни один ролик у дружи полностью не посмотрел блять с его монтажами действительно а тут вообще без монтажа с первого дубля 21 минута мычание блять ёбаная таляна смотри с большим удовольствием и кунжут но видите сколько всего нормально блять отклеил почему-то вот мне вот это слово удон напоминает удав типа змея удав когда я слышу это слово удон я почему-то все время слово змею вспоминаю вот никто слову удав не написал вот видите какой то ли необычный у нас ну-ка все пишем эстетично удав душа мудона удав змея удав точка ком удавился двор я змея блять куда смотреть она не тесно как вон будет выглядеть вот какая красота с кунжутиком ну да насти такой сто раз делала но не выглядит реально прилично где-то вилку не дали у меня своя есть в принципе значит попробуем удон с телятиной не я не выполнял никакие крестом нормали я потом буду выполнять ну-ка блять свинки не ебаться во время стрима питон как змея типа питон ну как змея тип этот и слагманом путаешь наверное вот этот удон стоил 250 рублей но не 230 ладно то это уже был бы какой-то заговор кстати коробочка достаточно сейчас бы кушать по сути китайскую лапшу вилка ультам лемур на заднем плане нет блять абсолютно бесполезные животные морские свинки тяжелые а лямуру нет тут не тут ебля казематная вот что там происходит да мы скоро молодого пацана дадим в западу в этот самый да в казенный дом а если пацан старше будет в ебать мы его тоже отдадим только не в казенный дом а блять в на улице нет в принципе похоже это телятина походу это нет это не это это лапша это лапша это лапша на обычные макароны знаете вот макароны с какой-то подливкой с какой-то начинкой с подливкой мог все эстетично подливка написали перец там он читал составит уж там репчатый лук есть они его привезли горячим вот я прям держу его он теплый вот а я ем прям такой горяченький хорошо привезли сразу можно поесть а как а как можно привезти не сразу можно есть привезти и ждешь я не буду сразу есть два часа подожду потом будут записывать обзор ну в принципе достаточно вкусная штука но я бы я не в восторге ну-ка подождите тимкинске кто так какой был ля какой мне кстати ля какой анимешник у нас чать масон не кстати секрс не с виду пацан нет честно честно тебя в платьице нарядите нормально троповать можно а на второй как у нас угры ёпт уля какой не ну так же можно платье нарядите спокойно троповать можешь как бы ну ебало позволяет в принципе ебало эти сложения позволяет короче вы тех же сапогах только знаешь платьице горничный и нормально да только жирный так что нормально тимкинске я одобряю выглядишь сосну большое спасибо индекс за два месяца подряд прям спасибо спасибо ебать перевоплощение тоже баба платье собака мы сегодня обувку взяли насти взяли пиздатые короче насти взяли пиздатые говнодавы и мне взяли пиздатые говнодавы эти эти caterpillars и вот да короче ну caterpillermen такие ай-яй-яй-яй-яй в caterpillars стоят вот впервые решил себе нормальную рубовку такую взять ты глубже копнуть видите знаете что там продолжается то же самое лапша плюс телятина и там перец в мордаху нет покажет принципе вкусно ну где-то из 10 баллов наверное на 8 нормально ребята лапша с телятина из империи пиццы талян поставил на 8 как бы ну внезапно 7 все но акции падают талян уничтожил достаточно сытно потому что тут ее очень много видите она наполненная прям вся вот эта коробочка она прям вся полностью наполнена и плотно плотно прям забита вот то есть она очень сытная эта штука то есть одной такой этой штукой можно очень хорошо наестся удон вердикт 7 из 10 все он короче остатки маме отдаст вишну обратно упаковал он блять ел этот чё он ел тогда забыл тирамису он ел середины блять и наклейку оторвал с середины и ты спрашиваешь почему сначала ест лапшу а не суп оставлю бля там бот убей его все минус бот и другого и третий пункт у нас это суп сейчас я вам опять же скажу значит картошка стоил 90 рублей это суп с курицей она не вкусная совершенно вот мису рамен с курицей суп стоил 210 рублей значит там опять же лапша удон опять же либо мисо должен быть либо рамен либо с курицей но мисо это означает то что это суп мисо и в него еще рамен ебнули с курицей я видел какие мисо бульон и вот он туда еще добавок ебнули рамен там несколько разных видов супов было вот и в каждом что-то свое где-то удон где-то питон там где-то еще что-то мисо это паста по словам ну ребята это самое объясните нам мисо бульон рамен лапшичка но это нормально то что миссо миссо рамен может быть знатоки скажите пожалуйста рамен это отдельно это вот отдельно вспомнил вот ну какие ты видел мисо супы либо лапша либо мисо третьего не дано ну вот мисо он получается сделан как не помнишь там паста делается кидаются например какие-то морепродукты все вообще там никакой отродясь нет да они же не нормой он либо делается еще там на молоке кокосовом или там на чем-то такому там делается понятно короче но намутили какую-то ебалую империя пиццы алхимики какие-то там сидят значит вот этот мисо рамен с курицей там лапша удон куриное филе грибы шитаке кто знает японский значит такое грибы шитаке лук зеленый бульон мисо рамен то есть вот так и называется есть суп мисо я знаю я пробовал кстати есть грибы с грибами шитаке шо грибы шитаке блять блять ну-ка все блять эстетично написали шитаке 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 мисо рамен с майонезом талян из деревни скрыта в листве наруто а это мисо рамен двойное название у него шикака вот он завернут в фольгу фольга она очень сохранять тепло тут кстати дырочка видите видите сука дырочка блять все бы разъемал империю пиццы а кася видите даже обломов так досконально не доебываются до еды специально ли это сделано или нет заговора ребята могут ли специально сделать дырочку ребята ну-ка знатоки отпишите чтоб суп подышал может похоже как будто лампа джина там завернута кстати тоже достаточно такая достаточно коробочка такая плотная такая дырявый суп таляну за шкор прислали то есть чувствуется что тоже что-то сытное завернули как-то смотрите какая у него у него такая он он как сландермен вот эти вот эти мы лапу лапища блять лапища жирная лапища такая у меня даже нет перехода между ладошкой рукой а у него да у него как у насти посмотрите вот тоненькая ручка маленькая такая несчастная исхудалая как из концлагеря он скажет рука тропа бац реально будет открывать а там ничего нет да у него аристократичная ладонь это маленькая парашка эстетичная параша окруженная тарелками да это ле параша суп высосали вот он наш это такая маленькая залупа блять салфетки вместе с ложкой туалетный бумаг чтобы жопу подтирать после такого супа блять охуенно я не знаю там походу реальный рамен с майонезом блять не сам суп они ну нормально похоже кому-то блять воды из лужи набрать из-за реки блять сварили с лапшой мне ногти надо постричь что забываю тире шикаги блять ему ногти надо постричь он в ударе в этом месяце он в ударе ну потому что я тоже достаточно горяченький так что-то лапша куриное филе грибы лук зеленый бульон и мису рамен так чатик напишите это выглядит аппетитно потому что мне не выглядит аппетитно я как бы всеядный но это не выглядит аппетитно для меня насти выглядит аппетитно ты стала бы это прихлёбывать я вижу по лицу то что не стало нет 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 бля на на лице похож не знаете он знаете какой вердикт но твой рамен водится так не годится блять вот твой рамен водится на в кусках ягодицы нет я думаю что только одним этим супом можно уже хорошо наезд открывается с какой стороны ложечку которую они нам подсунули папе говно так сказать она кстати прозрачная я думал она белая она прозрачная что за новость что за новость который недавно парень нарисована ну короче какой-то арт бросил парень ради волки парень предпочел расстаться от римиша в старуэл чтобы посетить о нем волк ласит ага я думала что вы должны знать чего у нас на девушке на печати на это сообщение и прочее я спросила его я или игра он написал мне за арду за арду и все а как ложечки будет проверять я в тебя не бросил ради вовки вовка вовка не будьте заказывать пиццу пока от сидишь как бы ну сами понимаете нету ни хрена себе я думал что тут всплыло блять ебать особь то сюрпризом оказался мало гуще а тут смотрите сколько гуще видите одна гуще тоже суп очень плотный ну-ка я бульон хочу попробовать сначала всплыло себе повара горяченький ничё так бульон грибы курица ломша короче смотрите очень плотно я люблю когда в супе очень много курицы а вообще как бы я я короче общался с некоторыми скажем так теми кто заведует скажу скажем общепитом если вам в еду кладут очень много курицы есть вероятность то что она была просрочена и как бы вам ее не жалеют вот так вот так что вполне возможно это курица она но то есть если вам жалеют продукты значит они хорошие если вам жалеют продукты значит они свежие если вам наваливают наваливают есть вероятность то что это просрочка много гуще и этот какой весь плотный смотрите но так что по сути он сейчас кушает своеобразный такой куриный и неудобно брать потому что тут куски вот эти большие ну и что это мясо блин курица опять курица знаете мне что не нравится то что куски очень большие не могли поменьше то ли порезать толику сложно кушать да он тщательно все пережевывает понимаешь супе должно быть все мелко нарезано чтобы удобно было есть а тут видите даже в ложку не вмещалась я раскусил на две половины теперь вмещается перешли суп на 4 части и берет пиццу закрывается зачем там тофу там есть грибы эти самые там типа шиитаки на самом деле не шиитаки в принципе суп невкусный совершенно дружка картошка тупичок тян друг грибы попробуй несите крестьянина для желания грибы невкусные бульона более-менее лапша курица ну не вкусный суп короче из всего этого мне так худо он понравился на самом деле это не простоточку просто они знали что везут толян поэтому загромовками боялись налажать и наоборот видите талян недоволен тоже большие куски нарезали да знаете я как говорю если понравилось можно еще купить по есть да но это я бы больше я бы не покупал если вы любите вот такую фигню японскую вам может быть понравится но я он только что но все он поставил только что 0 из 10 всей японии если вы любите такую фигню японскую да ну как бы сами понимаете ребят если вы любите фигню японскую то талян вас за человека блять не считает ну было похоже на то да да минус япония возможно да да высечь всю японию удалить японию с глобуса в принципе ну я не привередлив я люблю любую еду японская там корейская китайская любая главное чтобы было вкусно вот если мне вкусно то мне пофигу чья это еда вот в данном случае мне она не нравится давайте этому супа я поставлю три балла из 10 все таки бульончик такой достаточно приятный вот 3 из 10 получает у нас суп мису рамен с курицей я его даже больше есть не хочу и правильно в пизду этот суп сейчас я тихо говорю потому что мама спит проходит когда она проснется она увидит я сюрприз ей будет вот поэтому я говорю тихо чтобы она не проснулась слышали вон короче суп то стоит да есть маме и картофель получает 3 балла удон получает у нас семерочку из 10 и картофель получает единицу в итоге что получается у них пицца империя пиццы совершенно невкусная как я говорил и получается то что кроме пиццы у них другое есть меню на то что я сейчас купил тоже в принципе не особо у дона 7 баллов но в принципе он вкус тоже у него не очень-то прям хороший вот так что в принципе я думаю что единственное чё может понравиться вам это если вы любите ну-ка не пиздеть ну вот короче я думаю единственное кому понравится кто любит всякую такую японскую фигню типа японская кухня благо он там всякие борщи с пампушками не обацелевает а то снова конфликт на украине был бы месяц как было три занятия я заболела был убывая было четвертое занятие и он заболел да погнали мне кажется ли итальян против анимешников да таки фитка фика вот эти всякие названия японский кому нужен какой-то там итальян когда есть все поглощающие билиберджут ну то что если поглощающие туда я как черная дыра я могу все съесть занимаемся как бы худеем вам у себя приводим скридано такая специфическая такой специфический вкус и не всем он придется по душе мне например из японского нравится суп мису мису очень вкусный с грибами вот классный суп вот ну это принципе мне особо то не пришлось на вкус вот но вам может понравится кто любит вот опять же у нас россия да мы в россии находимся вот нет никакой гарантии что именно это из японии это российский производитель производит эту еду слышали нет никаких гарантий то что этот мису суп рамен из японии нет гарантии то что это японская еда то что это из японии могут наебать слышать вполне возможно то что его лапша это не из японии то самое мису рамен может быть в японии в самой японии на это намного вкуснее это натуральная японская как они там делают умеют да но у нас производят наши это стопудов наши это не по то есть это аналог она называется типа японская как бы да вот поэтому и невкусно поэтому может быть если попробовать это в японии их настоящее блюдо да тогда было бы и вкусно вот я так скорее всего так и есть вот ну вот эту штуку дай импери пиццы она даже ложка на хрен упала она вообще невкусная вообще даже ложка подтверждает что это все питья полные фигни понятно все ребята за все импери пиццы после этого банкротом столов короче всем я пожелаю приятного аппетита тем не менее спасибо удон достаточно хороший поэтому будем наслаждаться удоном вот сейчас мама проснулась как видите слышите она льется в бане ну да по его логике есть уродяна то что пицца должна быть итальянской пиццерии попробуй вытрусь салфетками протрусь от этой всей штуки за которую надо ухаживать потому что она у меня растет ее надо мы сейчас я промою и пойду бы так что всем вам приятного аппетита до встречи в следующих видео и пока